Внезапно немецкое издание Bild, это которое вечно рассказывает, что России конец через пару дней, максимум через неделю, сообщает, что цены на картофель в Германии выросли на 81%, причем это статистика сети местных супермаркетов. И хотя, конечно, нам сейчас расскажут, что это в России все на картошке сидят, пока богатые бюргеры только и делают, что ничего не делают, катаясь на своих личных яхтах и теслах, есть нюансы. Во-первых, и нищие, вроде бы россияне, за последнее время снизили сильно потребление картофеля, а именно в два раза по сравнению с советскими временами, когда действительно это была еда на все времена года и по любым праздникам. Однако, даже так, подражание продуктов питания, уменьшение спроса на автомобили, хотя против Берлина вроде бы никто санкций не вводил, это мелочи, первые, так сказать, ласточки, да только кто сказал, что будет лучше. И это правильный вопрос, ведь даже непобедимый вице-канцлер ФРГ Роберт Хаббек совсем недавно предупредил своих избирателей, что их ждут минимум пять сложных лет. Причем, ладно, там последние два года жители Германии тоже вроде как в масле не катались, но ведь Олаф Шольц еще в январе обещал, что рецессии не будет, а теперь западные же СМИ называют ФРГ больным человеком Европы. Наверное, Путин виноват, правда? Хотя это не все новости, теперь наберите воздуха в грудь, дома для бюргеров больше не строят, ни частники, ни за государственный счет. И проблема одна, все безумно дорого. Стройматериалы взлетели в цене, бюрократы замучают справками, государство денег нормальных не выделяет, а новые отопительные стандарты с теми самыми типовыми насосами делают жилье банально золотым. Застройщикам нет смысла строить, потому что, казалось бы, еще вчера сытым бюргером не по карману, не покупать новые квартиры, не даже просто снимать. Впрочем, еще больше ужасных подробностей, как обычно, через пару секунд. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Влад Серов, я автор канала «Не конец истории». Из хороших новостей, по рассказам друзей, даже ведущие популярной ток-шоу уже иногда так и говорят – это не конец истории. Из не очень хороших, после отмены монетизации на Ютубе в России, особенно когда недавно нам еще и просмотры прикрутили, проект держится на честном слове и без вашей помощи, очевидно, никак. А между тем, несмотря на шутки за 200 наших самых постоянных зрителей, мне, чтобы вам было весело послушать несколько минут новостей, приходится их перебирать, находить то, о чем еще можно говорить, команде собирать ролик, рисовать обложку и так далее. Казалось бы, простое занятие, но это только так кажется. Поэтому мы очень надеемся, ведь вас много, на вашу помощь. Номер карты и другие способы перевода вы найдете в описании к этому ролику. Не бросайте нас, ведь это не конец истории. Итак, пока еще 80% немцев относят себя к среднему классу, какие, как говорится, мы оптимисты, однако на самом деле за последнее время эта прослойка общества в Германии сократилась до 63%. Причем мы ничего не придумываем подобное дело, пишет журнал Spiegel, который как будто специально по заказам любителей рассказывать про нищих русских добавляет. При этом средний класс в Германии несет одно из самых высоких в Европе времени налогов и взносов. Что, конечно, очень обидно любителям рассказывать, что в самой изолированной стране в мире уже с зарплатой 16 тысяч государство считает тебя средним классом. Разумеется, это не так. Также дела обстоят и со многими другими выдуманными сказками специально обученных людей, называющих себя дочерями офицеров. Зато никто никогда не вспоминает про немецкие, весьма приличные налоги. Однако факт остается фактом, если в Германии 80% населения, средний класс или даже больше 60%, то почему недвижимостью владеть себе может позволить лишь чуть больше половины населения? Впрочем, и это мелочи. Ведь все дело в тенденциях. Десять лет назад подобные разговоры себе было сложно представить. Два года назад многие говорили, чем закончится курс товарища Шольца, а сегодня это уже не сильно и оспаривается. Но мы сейчас очень хотим послушать, как плохо жить в России от простых слесарей, которые так и представляются. Я простой сантехник. И, значит, им, конечно, надо сразу верить. Поди, не шпигель какой немецкий. Все гораздо серьезнее. И это точно не конец истории.